Друзья, всех приветствую на канале Каткод. В продолжении ролика по сервис контейнер хочу рассказать о еще одной концепции, которая пришла не из Laravel, но также популярна и среди Laravel разработчиков. Если вы будете ее использовать, то вас всегда поймут и в целом это будет хорошей практикой. Коротко о сути. В хорошем приложении у каждого класса должна быть своя зона ответственности. Если мы говорим о контроллере, то он не должен пестрить огромным полотном кода. Контроллер это такой мост между роутом, логикой и вью, либо респонсом. Поэтому логику необходимо разделять и выносить в отдельные классы. Рассмотрим пример. Опять-таки из админ панели из курса Laravel с нуля, ссылку я добавлю обязательно в описании. Итак, в нашем примере у нас есть ресурс контроллер, админ юзер, метод апдейт. Здесь некоторая логика с обновлением пользователя. Мы обновляем пользователя, делаем какие-то манипуляции с паролем и синхронизируем роли пользователя. В чем суть? Есть также в ресурс контроллере и метод стор, который создает пользователя. И здесь по большему счету тот же самый функционал, та же самая логика. То есть мы уже здесь будем делать два дубля кода. Плюс, как этот момент весь тестировать. То есть при юнит-тестах мы должны еще создать третий дубль, где также всю эту логику перенесем и там протестируем. Такой подход не есть хорошо и на помощь нам может прийти концепция экшенов и сервисов. В чем собственно их разница? Экшены, если брать экшены, то это очень напоминает Laravel Jobs. То есть если мы откроем Jobs в Laravel, то у нас есть метод Handle, который выполняет какое-либо одно действие логическое. То же самое с экшенами. И исходя из названия, это одно действие. То есть мы создаем класс действия и в нем должен быть метод Handle, который будет выполнять это действие. Давайте посмотрим на примере. Начнем с экшенов. Как раз у нас есть метод апдейт, который обновляет юзера и мы создадим такой экшен. По умолчанию это принято в директории АПП создавать директории экшенс для экшенсов действий и сервисов для сервисов. Давайте начнем с экшенов. Создадим класс. Назовем его admin user update action. И здесь также как и в Jobs создадим метод Handle. И перенесем сюда нашу логику из контроллера. Возьмем вот этот момент и перенесем в Handle. Здесь добавим аргументы user и дата с нашим реквестом. Что мы сделаем уже в контроллере? Здесь мы сделаем инъекцию нашего экшена. И далее вызовем метод Handle. Передадим юзера и вторым параметром передадим массив из запроса. В конечном итоге наш контроллер, наш метод апдейт будет выглядеть вот так, в одну строку. Юзера можно было бы также забиндить через роут и сделать инъекцию уже модели в этот метод апдейт. И это бы все выглядело в одну строчку. Вот так контроллеры и должны выглядеть. То есть это просто мост между роутом, есть роут, есть реквест. И далее мы отдаем какой-либо ответ. То есть в данном случае это redirect. Либо view, либо какой-либо JSON response, если это API. И то же самое у нас получится в методе store. Мы также сделаем инъекцию сейчас этого экшена. Либо если он будет отличаться, создадим еще один экшен на admin user store action. и точно также реализуем в одну строку здесь. Это что касается экшенов, действий, чем они отличаются от сервисов. То есть если это экшен, это одно всего действие, то сервисы уже могут в себя включать несколько методов, несколько действий. Давайте создадим сервис также по admin user. Добавим класс admin user service. И здесь уже внутри мы создадим метод stop. Также возьмем тот же самую логику из экшена, которая была раньше в контроллере. Также здесь передадим и дата. И в конечном итоге у нас здесь будет то же самое, только мы инъекцию уже сделаем не экшена, а нашего сервиса. И внутри уже будем не handle вызывать, а необходимый метод, который будет отвечать за этот метод в контроллере. В данном случае store. И то же самое мы сможем делать и при юнит тестировании. Есть один экземпляр класса либо сервис, либо это экшен и метод, который отвечает за ту либо ту логическую цепочку. Вот так выглядит концепция с сервисами и экшенами. Не знаю, возможно для вас она знакома, для кого нет, я думаю вы будете ее использовать. Поймете как вообще должны выглядеть контроллеры после этого ролика. Надеюсь ролик вам понравился. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пишите комментарии, обязательно пишите комментарии, если у вас будут вопросы. На этом все, увидимся в следующем ролике.